СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПАТРУЛЬ МАГАЗИН ИНТРСВЕТ Водитель Черри Тига не убедился в безопасности движения и наехал на школьницу 2012 года рождения. Пострадавшая получила травму, медики оказали ей разовую помощь. Автовладелец после столкновения уехал с места ДТП, но в тот же день его задержали. За оставление места аварии его ждет административка. В этот же день в Надыме водитель Тойоты сдал назад и наехал на человека. В результате аварии пешеход получил травму. С начала 2021 года на дорогах Ямала произошло около 4000 ДТП, где погибли 23 человека и 239 получили травмы, в их числе 25 детей. На Ямале двое торкосолинцев угнали для покатушек чужой автомобиль, за что могут отправиться на 7 лет в колонию. Машины они завладели в Пуровском районе и отправились в путь. Позже их заметили и остановили новуренгойские сотрудники ДПС. Злоумышленниками оказались 23-летний и 31-летний жители Таркасале. При этом водитель был пьян, и он же не раз имел судимость. Правоохранители возбудили уголовное дело. Угонщикам грозит до 7 лет лишения свободы. В Преуральском районе разгорелся крупный коррупционный скандал. Там сотрудница администрации вместе с двумя предпринимателями отмыла 50 миллионов рублей. Согласно реализации нацпроекта «Культура» в селе Катровож администрация должна была построить дом культуры, что и сделала, но по цене, превышающей реальную стоимость на 50 миллионов рублей. Начальницу управления муниципального имущества подозревают в растрате. Ее подельников в пособничестве в растрате. Уголовные дела возбуждены по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ по Тюменской области, проверке прокуратуры и НАО при содействии окружного правительства. Полиция Надыма поймала интернет-воровку из одноклассников. 32-летняя мошенница из Ярославля создала группу в соцсети, где якобы продавала одежду. Перед отправкой у покупателей требовала предоплату, а получив ее, блокировала людей. В декабре 2020 года создала страницу в одноклассниках, Маша Мурная одежда, и обманывала людей на территории России. Обманывала людей, и они мне переводили денежные средства на мою банковскую карту, которая у меня пользовалась на своем усмотрении. Так лжепродавщица обвела вокруг пальца как минимум 5 человек и обогатилась на 30 с лишним тысяч рублей. Одной из таких обманутых оказалась жительница Надыма, которой написала заявление в полицию. Правоохранителям удалось поймать злоумышленницу. Она во всем призналась. Теперь ей грозит до двух лет колонии. В Салихарде мошенники украли у жителя почти 2 миллиона рублей. В сентябре северянин увидел в интернете рекламу, связанную с инвестициями в один из банков. Он заполнил заявку и оставил свои данные. Позже ему позвонил неизвестный, представился аналитиком биржи. Так, в течение месяца потерпевший под руководством злоумышленника отправлял деньги на разные карты банков. В результате 43-летний Салихарде лишился почти 2 миллионов рублей. Их ему никто не вернул. Возбуждено уголовное дело. В ноябрьске заведующую детским садом подозревают в хищении почти 400 тысяч рублей. Теперь женщине вменяют статью мошенничества. Как сообщает следствие, в 2020 и 2021 годах руководитель садика составила приказы, на основании которых ее подчиненным выплачивали деньги за работу, которую те по факту не выполняли. А дальше все шло по накатанной схеме. После выплаты сотрудникам денежных средств за эффективное расширение зоны обслуживания и совмещение должностных обязанностей, они по требованию заведующей передали ей выплаченные средства в размере более 400 тысяч рублей. Указанной суммой подозреваемый распорядился по своему усмотрению. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В ноябрьске поймали несовершеннолетнего наркозбытчика. По данным следствия, 16-летний парень с 29 сентября по 13 октября оборудовал тайники с наркотиками, да еще и в крупном размере. По этому факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Лучшие дизайнеры на лучших фабриках делают лучшие обои для лучших клиентов. Клиентов магазина Интерсвет. Новый Урингой, улица Звездная, 15, торговый дом Альянс. Новый Урингой, улица Звездная, 15, торговый дом Альянс.